ну вот вчера было все а сегодня еще чуть-чуть еще немножко вот раздолбал вот расковырял вот тоже по пробивал здесь тоже чуть в общем еще немного еще чуть-чуть и как мне все не нравится уже пора как бы вот приклеивать шумку и собирать крышу вчера тут все отмылось пришел хозяин как справедливо я сейчас алматы заметил а что хозяин вот он тут обчищал эту всю красоту вот это вот такая что была приклеена штука и она плохо счищается мне мешало работать но для того чтобы наклеить шумку вот все это вот так чисто красиво вымыть прибрать вот ну что будем защищать крышу ну и как всегда работа моя никогда мне не нравилось нравится я имею ввиду все равно что-то я нахожу поэтому вот еще чем место раздолбал решил поковыряться немножко немного делать надо все равно хочется сделать лучше чем есть но вот такой я человек пришлось полирнуть потому что машинка я говорю о хранении и мне вот это вот не нравится вот надо убрать вот этот весь как бы отходы мусор такая вот получается мжичка на руках вот ну ничего это мелочь зато теперь уже можно финишировать в этом плане с шеей конечно еще раз повторюсь жалко что идеально не получилось все это сделать почему потому что металл был сильно сильно растянут тут я не стал считать вот такую приколюху сделал просто отмечал по три сантиметра по два по полтора вот по сантиметру складки которые делал делать нехрен будет сяду пытаю вот просто ну уже стало мне интересно сколько с на самом деле чего тут получить вот кое-где конечно по оставались вот такие вот вести я показываю потому что я не вижу смысла скрывать вот забиваешь поднимаешь забиваешь поднимаешь то же самое где ты есть вот она это на увеличение вот такие штуки вот кто-то скажет на сделать но дело в том что получается так либо вот так 100 либо вот так а вот ровно вот таким образом металл не хочет стоять почему-то так что вот такие вот вещи сейчас приступим мы к тому что будем носить натопился гаражик вот и будем убивая резать кусочками и делать шуб шум очка у нас интересная как всегда новая вот в очередной раз получилось вот такая вот модная разукрашенная тут вот модель бомб какая-то короче между нами это все это ерунда вот эти разукрашивание что их ну что хочу сказать принципе она жесткая вот материал жестковатый но что самое удивительное у него я бы сказал поприличнее чем на лобби вот но у меня вот тут есть остатки вот матери вот этот мягкий вот неинтересно а вот этот материал я все-таки запущу вот смарт вот такой но такими маленькими кубиками он и вес у него чуть поменьше но дело не в жесткости больше дело в том что вот крыша ее можно гнуть промять что касается сзади усилители есть вот здесь впереди усилков нету над водителем и над пассажиром вот на эту часть вот на эту часть я запущу то что у меня есть жесткая а то что есть помягче то что помягче я уже запущу вот сюда промежутки вот между усилками сейчас еще раз покажу как видно тут там где пассажиры передние сидят водители пассажиры усилки теле а здесь вот ну по окну можно ориентироваться по заднему здесь вот как бы есть там вот таким образом я решил делать это что жестче из остаток пущу наперед вот а то что помягче на все остальное она это это жесткая просто это более жесткая борьба устойчивая упертая вот это у нас смарт вот вот такие вот будут наметки на работу того что осталось вот все позиционируется как шумоизоляция клеящаяся используется как первый основной слой для решения задач удаление удаление вибрации так далее монтаж заводить при температуре выше 12 но это понятно необходимое бежит т т т т раскроить желательно прокатать валиком это все есть ну блин все время как-то разная попадается вот этот вот мы видим вот в руке он сгинается сам под своим весом не потому что он тяжелый а потому что он вот а другие остатки которые есть у нас от предыдущих работ вот пожалуйста это я запущу вперед вот его как там не бери берется и он целым листом виден да вот как убери вот то же самое второй момент я буду его делать кусочками сейчас мы чуть наберем и температуру потому что у нас там написано выше 12 то еще надо около 20 и больше чтобы было здесь на детали ну и ко всему режем кусочками греем финном как всегда вот а потом остальное вот этим почему потому что он будет чем вот этот наш мягкие остатки которые были но он вот этот послабее чем этот и вот этот материал вот но почему то вот всегда как не приедешь всегда что-то разное тогда такое сейчас такое ну вот это очень даже хороший его даже слышно что он падает как бы пластмассовый и берется цельным куском ну это потом немножко во первых холодный во вторых именно то что надо на вот эту часть серединку где сидит водитель и передний пассажир я думаю а нам хватит дабы не ждать милости от природы пока на то то вот прогреваем и клеим небольшими кусочками 22 и выше градусов нормально тем более что перед тем клеить прогреваю сам тик вот чтобы он позже горячим кстати очень поддержит температуру вот эта вся конструкция потом еще долго берешься даже закрыл вот ну и потом конечно же после этого берется валик и прокатывается я покажу как это нравится потому что не все смотрят канал не все смотрят все видео как бы для кого-то может это будет неизвестно неизвестно вот ну температура сейчас я так подозреваю 20 там может дать до 27 градусов там ну здесь градусов 30 35 а потому что как говорится первый пошел вот здесь еще рубашу она все теплое такое но для начала я как бы приглаживаю ой вот а потом мы берем и и вот специально обученный валик я не стал покупать там за полторы тысячи что-то там за умное мы берем и так пока она горячее крест накрест приглаживаем все все приклеилось можно заниматься дальше вот такое нехитрое довольно таки дешевое приспособление это ножки вот ширина у нее 20 там 2 или 23 не помню может даже 25 не важно очень хорошо можно прикатывать даже давление создать и как мы видим тут тут она даже еды такие рифлона и оставляет то есть он достаточно жесткий сейчас покажу видите вот вот слышно он протектор такой оставляет но и на нашей и слышно как кота да и тем самым прикатывает вот опять же рукой трогает тут прям хорошо тепло и приятно все ладно продолжаем снимать смысла нету я покажу что будет второй слой вот а пока сейчас буду расчерчивать вот по длине длине так как мне надо так как мне удобно и клеить дальше я прошел уже вот как видим и кое-где я перехлёсты нахлёст там чтоб больше чуть жесткость была в той части там получилось даже еще больше вот теперь вот сюда будем продолжать к усилителю уже вот таким делом почему потому что тут один кусочек остался я его не хватит вот этот который здесь у меня есть он мягкий как бы ну вот жесткий что останется то останется вот таким макар продолжается работа ну вот как я и говорил второй слой пошел у нас вот такой вот 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 а здесь уже можно обыкновенной той которой я пью спокойно нарезать потому что между усилителями тут вот точечки там у нас дополнительная жесткость создается вот и тут как бы на промежутке а например вот так сантиметров 15-17 тут все достаточно жестко и нормально вот вот только вот в той передней части где не было утилей имело смысл там что-то опять же под усилием наклеить вот таким жестким а теперь можно уже работать и именно вот этим вот он тоже более-менее жесткий но не настолько как вот эти первые два что-то что-то долго ли коротко ли ну вот вот такая у нас разномастная крыша получилась кое-какие хлесты вот я сделал ну как бы это на дополнительную жесткость создает вот ну и уже она не звенит вот вот и вот разница небо как говорится есть вот так вот наклеил вот тут три вида получилось вот впереди проще сзади чуть помягче но тоже довольно жестко вот собственно видно да это пожестче чем образцы которые мягкие вот ну что теперь следующий слой это уже мягкий теплый утеплитель как бы номером нашей программы тоже самоклеящийся вот такой изолон называется он мягенький тепленький прям рукой берешься за него он такого фасона и он теплый вот очень хороший материал тоже вот я его использую вторым слоем то есть вот здесь вот то что мы вот там что поклеили на всю крышу пространство тоже кусочками полосками чтобы аккуратно как бы дополнительный там слой который чуть вибрацию уменьшает тоже в общем мне эта тумочка нравится я ее давно пользуюсь и доволен сори что ж так нахлобучил потолок уже решил его поснимать ну вот как то так к сожалению мне тут одному приходится потолок вот она вся эта красота ну по потолку слышно да тут тазик а тут как бы вот забыла снять почему потому что один потолок ставит куча вот таких вот замороченных вещей и надо вдеть сначала вот туда назад как бы потолок потом эти бока влево вправо а потом все остальное ставить вот поэтому вот немножко я забыл снять вот ну ничего страшного слышно и так вот ну вот в принципе все резиночки стоят вот все тут нормально все четко проверяю вот полностью я не собираю почему потому что телевизор провода оттуда отсюда я не тороплюсь это делать по той простой причине что там хозяин что-то по-своему захочет навесить перевить как вот при разборке было видно тут знаешь вот такое как бы безобразие надо упаковать поаккуратнее ну это уже пусть парень как говорится сам думает таракаки тут не в этом дело вот а тут уже вот все как бы стоит по резиночкам вот все запаковано все аккуратно везде воткнуть и прокрутить это проблем не будет вот то придется допустим там снимать и отгибать вот ну что я могу сейчас поставить единственное только вот это и вот задние ручки вот ну подголовники и все остальное по передку вдруг чего придется разбирать там подтыкать оттыкать закручивать откручивать перекладывать вот по-другому сам хозяин ему лучше знать как ему больше нравится как сказано так и сделано все пособирал ручки вот на месте сзади фонарь ручки ручках вот они эти отбойнички все там у меня никогда ничего не теряется потому что я о том что мне собирать придется потом вот впереди пока что это оставил но это как бы несущественно при сборке все вон оно лежит впереди что вот единственное я же говорю тут надо неаккуратно сделанное фонарь так как-то там торчал вот этот вот вот при разборке это видно было как-то надо сделать аккуратно упаковать это чтобы было аккуратненько но это уже пусть решает сам хозяин я об этом говорил уже ну вот и все в принципе теперь что может идти дальше вот заняться боковинами тут тоже вот невооруженным глазом видно что тут это все теперь опять же вот это все можно все эти слои убрать снять вот полирнуть вот помыть спиртиком ну и заняться поточ клеевой вот почему потому что сюда крючками не залезешь во всяком случае на этом автомобиле не подлезть так что вот такие вот дела и вот 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 вот